И за грибами мы сейчас едем с вами, и за грибами. Черноем. Нет их по лесу погулять, все же музыка. Вот. Я в Альфа. Резиновых сапогах. А это школа восьмилетняя, в которой я училась. Восемь лет проучилась. Ее немножко переделали. Лицевая сторона осталась. Да. Молодец, а потом хочу поснимать. Смотрите, какое красивое небо. Красивое, красивое. В Саратове нет такого неба. Ну нет, я же на высоком этаже живу. Вижу. Здесь все равно такое красивое. Смотрите, какой простор тут, а. Ой, еще круто. Смотрите, как круто. С одной стороны сосны, а с другой стороны там дубы, липы. Чего только нету, а. Вон, смотрите, какая красота. Обожаю природу. Лес. А это, смотри, чабрец, по-моему. Сейчас попробуем. О, ну. Ну, а вот этот синенький, да, чабрец? Так что я себе сейчас липы нарву еще домой. Потому что я люблю травяные чаи. Какой простор у нас, а, здесь. Вот где-нибудь здесь вот на опушке были построить дом. Дом поставить вот так вот и жить среди леса. Правда, у нас небезопасно. Я знаю, что в Америке дома стоят от дружки далеко. Там могут за километр. Едешь, ешь, 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 дом. Ведь не опасно же так жить. У нас, мне кажется, было бы страшно вот здесь вот. Либо нужно какие-то ставни такие огромные. Еще еще решетки на окнах. Большой забор такой. Все, ладненько, я буду выключаться. Наслаждаться прямо. Очки какие-то надыбала в машине у отца. Посмотрите, какой монстр. Огромный, смотрите. Я первый раз вижу такого жука. Это караед. Смотрите, какой большой. Вот это да. Тебе и Африку не надо. Целый саламандр. Это не то. Это пижма, это полынь. Ой, блин, он сильный. Поняла, нет? Очень сильный. А я думаю, что-то не оно, да? Ау. Вот, пойдет. Своей дорогой. Он еще и на меня наезжает. Ноу, нет. Не надо меня строгать. Сейчас перевернем ему чем-нибудь. Дай переворачивайся-то уже. Вау. Страшно. Так зачем он умеет? Вот этот цветочек мне папа подарил. Первый за всю мою жизнь. Он не особо любитель нас дарит цветы, а это сорвало, принес один маме, один мне. К старости становится сентиментальным таким, вообще, таким заботливым. А мы сейчас пришли по грибы в лес, в сосны. Вот здесь круто. Смотрите, только вот комары. Фу, кто-то еще лезет по массу. Вот так круто, девчонки. Как я люблю природу, кто бы знал. Фу, тут комаров полно. Комаров полно. Гриб. Где? Что за гриб? Едобный или нет? Ой, ну он какой-то трюхлявый. Ну он вечерливый. Ой, комары какие. Ой, да. Комары, комары, попу грызли, как бобры. А вот какой-то маленький белый гриб. Это что за грибы? Где? Вот. А, и поганки. О, поганки, смотрите. То есть поганки. А я бы за гриб это приняла. И еще и сорвала бы. Блин, представляете? Это в лесу. Далеко даже от этого. Где маслята? Здесь сорвали? Сейчас мы посмотрим, кто там. Обалдеть. Я вообще не знаю. Представляете, сколько я живу. Я 19 лет прожила и даже не знала об этом. Вот это да. Вот это да. Место казни участников гражданской войны. Так это не было. Почему она говорит, что это не немцы тогда получается расстреляли? Это как раз был 17-й год, когда был вот этот, да? Место казни участников гражданской войны. Да, я еще поверю. А немцев здесь не было. Ну вот, да. Это в гражданскую войну. Но немцев здесь не было, я знаю. Поэтому думаю, что ты эту пробу несешь какую-то. Знаешь, что комсомольцев. Ага. 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 Василий Сергеевич Кулаков, председатель Волосновый с полкома Андрей, Анисья. Это прямо здесь вот вывезли, наверное, их подальше от села, да? И расстреляли, да? Почему у меня здесь памятник стоит? Ты мне подарил подарок, а я тебе хотела подарить подарок. Тут просто храни на добрую память. Ага. Шишку. В карман положи, в машину положишь. А то ты не выкидывай только ее, ладно? Там что-то как-то оставили этот. Да, две секундочку. Даже вот видите, сплели какой-то цветочек здесь. Обалдеть. Вот это да. Представляете, столько лет жила здесь и не знала. Не знала? Не знала я. Нас не привозили сюда, спасибо. Смотрите, что мне дали. Земляничка здесь растет. А я отстаю, да? Почтить. Стою взяли и расстреляли. Пять человек, обалдеть. Семь должно быть. Семь там, дай? Не знаю. Раз, два, три, четыре, пять. Я пять насчитала, да. А что говорили с кем-то, что она? Тут давно уже был деревянный запад. Мы сейчас, знаете, куда едем? Как ты говоришь, здесь раньше была ферма от колхоза, да? Да. И когда колхоз расформировали, здесь остались дома, где вот остались жить люди. А я отцу говорю, хорошо было бы здесь где-нибудь посреди леса поставить дома жить. А он говорит, а здесь живут люди. О, нет, не страшновато жить. Одно и страшно жить. Вот видите, улей там стоят. Представляете? Вот это да, прям вообще, как оторванные от мира. Они топят здесь дровами. Вот зимой, единственное, добираться сложно. Есть там дорога. Представляете? Представляете? Вообще, вот есть эти поселения, кстати, люди уходят из городов жить в поселении. Вот так вот организуют прям в лесу. Обалдеть. Вон крапива. Правда, уже такой развалившийся, покосившийся. Вырвите крапиву, а я сейчас пойду погуляю. Вот, чтобы собаки не зажрлили, кузовырубили. Чужачка появилась. Вот крапива. Все, пойду разведывать территорию. Печатки, где там впереди, по-моему, должны быть. Офигеть. Как здесь они живут? Интересно, здесь же ни телефоны не ловят. У них здесь ни телефонной связи нет. Хорошо, если интернет. Ну, не интернет есть, а телефонная связь есть. Здесь только электричество. Здесь только электричество. Нет газа, как отец сказала. Нет газа, нет газа. Вон желтый отрубают, значит, есть газ. Да, есть, да. Трубы вон подходят к домам. Это, представляете, что в советские времена тянули. Тянули сюда газ. А сейчас не хотят тянуть. Сейчас бешеных денег. У меня один мужик сказал, стоит 100 тысяч, чтобы протянуть газ. Чтобы тебе газ подвели к одному дому. Причем это в жилом месте. Не так вот, что через 20 километров от села. Вот я когда-то сюда ездил обслуживать ферму. А что ты обслуживаешь? Скотина была. Корпуса там, видишь? Развышенность. Вот, развышенность. Видите, была. Там были корпуса. Это там скотина была, да? Скотина была. Коровая. И ты молоко отсюда возил или нет? Нет. Здесь в основном выращивали этих молодняк. Вы представляете, за каких-то получается, сколько лет я здесь жила? 19 лет мне было. Еще был колхоз, по-моему, да? Да, еще было. Это сейчас за каких-то 15 лет растащили вообще все деревни. 15 лет всего лишь прошло, можете себе представить? А деревень уже нету. Ну, таких вот ни колхозов, ни совхозов нету. Вот труба подходит и здесь, и там, и там. Газ. Что это 15 лет вообще для... Они, по-моему, все жилые дома. В масштабах. Все жилые дома здесь так и живут. А за 15 лет просто вообще разрушили все, что только можно. По кирпичикам, я говорю, всю Россию развалили, растащили. Уже 20 с лишним лет рухли. Я в колхозе работал, он еще как-то на плаву еле-еле держался. Вы представляете, вот в маленьком поселке было три организации. Это совхоз, колхоз и завод. Крупнейшие просто организации. Все люди, которые жили здесь, работали. А сейчас нет вообще людям работать, им приходится уезжать. Либо на север они занимаются заработками, либо в Москву они ездят. Потому что здесь работы нет вообще. Как классно, а? Пойду от этого дома дойду. Мне так жалко вообще. Вы просто не представляете. Когда приезжаю сюда, у меня сердце кровью обливается. Насколько вот можно было так просто убить село. По-другому это сказать нельзя. Просто за каких-то 15 лет. 15 лет. Что это такое 15 лет? Ничего не стало. Ничего. Ничего. Своего молока нет, ни мяса своего нет. Мы везем откуда-то за границей, а потом болеем раком. И думаем, откуда у нас все заболевания. Экология вообще загрязнена. Пища в рост ужасного качества. Какой-то старый он стоит. Старая машина. Дети даже здесь маленькие живут. Мне здесь нравится. Я знаете, куда бы сейчас не приехала, везде вижу плюсы проживания. Вот если бы я жила в этом доме, то, чтобы было. Пахнет навозом. Ой, смотрите, там даже маленькие детишки, есть собаки вон. Прям просто они живут на лоне природы. Тихо, хорошо, спокойно. Каждый друг друга знает. Единственный минус здесь не проехать зимой. Если, конечно, нет у кого трактора, который мог бы почистить. Вот немножечко помочь бы, вот чуть-чуть, понимаете, построить детскую площадку здесь. Ведь это стоит каких-то копеек. Сюда уложится 1200. 200 тысяч. Даже масштаб их села, бюджет села это. Мелочи. Просто им помочь отреставрировать как-то вот эти вот домики. Так, а здесь мы остановились за липой. Видите, только она высоко. Вон там наверху. Сейчас будем думать, как ее оттуда достать. Это вот, видите, чай обычно мы делаем с этой липой. Чай добавляем. Знаете, как вкусно получается? Я обожаю чай с чабрецом. Айцом, либо с травами. Прям вообще. Ой, смотрите, то ли коршун только тут летает. Все, мы уже приехали. Домой сейчас будем кушать. Вообще, на природе, как быстро не устаешь, как вот голод такой наступает. Причем, не такой голод, вот как обычно дома сидишь и не знаешь, что бы покушать. Вот там, что-то заурчал живот, надо там поесть. Да? Вот как-то такое. Просто либо, лишь бы забить тебе желудок. А здесь нет. Здесь прям такой вот, чувствуешь голод. Такое, знаете, было, когда мы ездили картошку сажать, полоть, приезжаешь, хотя с собой мы тогда всегда брали, да, мам с собой, по-моему, перекусить, потому что, допустим, если ты едешь 6 соток копать, то ты уезжаешь с утра и до вечера. И поэтому, естественно, мы там яйца вареные брали, помидоры и так далее. Ну, блин, вообще классные у нас были. Но у нас детство было офигенное. Правда, я терпеть не могла эту картошку. Во-первых, надо было 3 раза в год полоть. Это как ждешь этого час икс момента, когда надо было ехать. Прям отчитывала, как 100 дней до приказа, и ты отчитываешь, когда это надо картошку было. Причем, с какого возраста, мама? Со школы. Со школы. Сколько? С 7 лет, что ли, вы нас эксплуатировали? Наверное. Можете себе представить? И мы брали с собой. Короче, я уже забыла мысли его. Сейчас мы приехали, будем есть борщик. Да, у меня просто уже все мысли о еде. Борщичок, причем, это я думала, что карапива. Нет, это оказывается свекольная ботва. То есть, все, что растет на огороде, все идет у нас в ход. Вообще, едим все. Но мне, чего не хватает, так это сало. Вот я бы от сала не отказалась. Мы сейчас сидим втроем, я, мама и папа. Мы отбираем липу сидим. То есть, это вот эти вот ветки еще нужно огромные. Их обобрать еще надо. Вот сами цветки. А папа пошел, взял своего любимчика. И сидит вот с ним теперь на руках. Нянчиц. Такие испуганные глаза у него. Замер. Замер. Думаю, сейчас что будет, что будет сейчас. Зачем я сюда пошел? Вот. И сегодня у нас банный день. Мы еще раз топим баньку. Чуть попозже будем купаться. Вот. Что еще сказать? Он уже у отца на руках уснул. Прогрелось. Тепло там. Видите, предрех. Глаза закрыты. Ничего не чувствуют. Не слышат ничего. Сопит, храпит, он дышит. А я сейчас пойду попробую дать им. Она говорит, жестко они ее не будут, а мне кажется, будут. Сейчас я пойду веточку спущу. Что ты мне вам не даешь проэкспериментировать? Не будет. Не будет. Посмотрим. Будет. Эй, не будет. Это мы уж сами своими глазами не видим. Приклеились. Смотрите, он там под этим, под лампой. Все там тепло. Что-то Соб сильно не бегут. Первые пошли. Такие полусонные. Смотрите. Сидят. Сидят.